Авантюристы Композитор Федерико Хуссио Операторы Миги Амоэдо и Хакоба Мартинес Операция Ядерная зима Авторы сценария Роберто Хименес и Хосе Луис Мартин Режиссер Хуан Пабло Ла Кросе Ты всегда был честен со мной И у нас нет обязательств друг перед другом Так что не старайся ради меня Но я стараюсь не ради тебя, только для себя Хотя вряд ли довольна моя жена Знаешь, когда мы с ней занимались любовью? Не знаю Я твоя любовница, а не консультант по вопросам брака ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет Ужин будет через минуту Как прошел день? Как всегда, в работе А у тебя? Нормально Хочешь выпить вина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо Я искала в турагентствах поездку в Непал Вот самые перспективные Давай обсудим это в другой раз Я устал Мне тяжело Ладно Займемся в другой раз Все равно спешки нет Лаура, повторяю Я не смогу сейчас оторваться от дел фирмы Ну почему? Разве так трудно отлучиться на пару дней? Да Ты же обещал Я также обещал своим клиентам Выиграть их дела Мы поедем, но попозже Согласна? Давай ужинать Серхио, ситуация осложняется Твоя жена хочет квартиру в Мадриде Пускай забирает Я хочу лишь как можно скорее получить развод Как это пусть забирает? Квартира твоя? Ты за нее заплатил? Повторяю, мне все равно Я ведь твой клиент Это мне решать, как и что Хорошо, хорошо Как ты скажешь Раз ты этого хочешь И, кстати, как ты сообщил Ирине о разводе? А что, я ее попросил? Зачем тебе это? Да просто так Просто так? Ты ничего не говоришь просто так Видишь ли Мои отношения с Лаурой сейчас не слишком хорошие Советую устроить романтический ужин Это вряд ли поможет Что, год високосный? Дело гораздо серьезней Тогда Виагру Давай сменим тему Ты все равно не поможешь И, честно говоря, никто не поможет У меня неприятности Я не знаю, как поступить Я не знаю о твоих неприятностях Но зато я знаю людей Которые способны решать проблемы любого рода Что у вас за проблемы, Сарасоло? У меня Я женился 12 июня 97-го года Сейчас у вас связь с Марианой Лемас Она работает в вашей юридической фирме Вы давно разлюбили жену Отношения с ней вам в тягость Вы хотите побыстрее с ними покончить Я прав? Почему вы не разведетесь? Я пытался предложить ей Но как только начинаю Все идет кувырком Лаура начинает плакать Мне приходится менять тему Я для нее вся жизнь Она скорее умрет, чем увидит меня в несчастье А если я ее брошу То погублю ее Лучше, если она примет решение о разводе Я не знаю, что делать Последние полгода я от нее отстраняюсь А она опять говорит о совместных планах Поездках Вы чувствуете себя виноватым, отказывая ей? Хотите, чтобы мы избавили от угрызений совести вас? Я не хочу, чтобы она страдала Вы действительно ее не любите? Наши операции всегда эффективны и необратимы Я люблю ее Но, как бы это сказать Как бывает, любят собаку Вы любите жену, как собаку? Поймите правильно Лаура лучшая женщина в мире Она ласкова, отзывчива Но физически она меня не привлекает Словно Она моя сестра Хорошо, Сарасола Вы представляете себя великодушным человеком Который не хочет задеть жену Но, скажите правду Зачем нужно, чтобы она была инициатором развода? Ладно Я не хочу сам подавать на развод Я видел многих мужей, которые оказались на улице Они завели связи на стороне И потом пришлось отвечать за последствия Я не хочу стать одним из них Не хочу терять то, что заработано такими усилиями Предупреждаю, операция может оказаться чрезвычайно дорогой Это не страшно Вы поможете мне или нет? Если цена вас устроит Через две недели жена вас разлюбит И сама подаст на развод Пункт Мы не мерзавцу избавиться от жены Мы не мерзавцу поможем избавиться от жены Мы поможем женщине избавиться от мерзавца За работу, сеньора По вторникам и четвергам Лаура дает уроки русского языка в фонде имени Тургенева Это фонд при российском посольстве Доброе утро За уроки она получает 600 евро в месяц И практически все тратит на своего мужа Любит русские книги Без устали собирает первые издания классиков русской литературы Она почти не видится с подругами Посвящает все свободное время только своему мужу Ее слабость Фильмы жанра черное кино В душе она мечтает стать героиней подобной истории Лаура должна начать заботиться о себе, а не только о своем муже Ей нужно отвыкнуть от Сарасолы У русских есть такая поговорка Клин клином вышибают Мы найдем ей другого Сарасолу Зачем? Чтобы все вернулось к тому, что было? Спокойно Разве я это сказал? Постойте, неужели женщина, влюбленная в своего мужа Обратит внимание на кого-то другого? Не на просто другого А на другого Сарасолу Мы что-то упустили? Сейчас Сарасола не такой, в какого она влюбилась Но мы найдем ей того, кто похож на прежнего Сарасола был идеалистом Мы найдем ей идеалиста Сарасола Сарасола был нежным Сарасола был нежным Наш человек безумно влюбится в нее Да И где же нам найти такой раритет? Сарасола был нежным Сарасола был нежным То, что невозможно в реальности Воплотиться в моих снах Целую Давид Давид Бернехо Однокашник Лауры по университету Всегда был возле нее Вместе ходили на демонстрации Вместе сидели на лекциях Обменивались конспектами Он влюбился в нее Но был слишком робок И Сарасола его обскакал После диплома их пути разошлись У Давида небольшая квартирка в центре Он живет без подруги Редко выходит в бар Главным образом смотрит дома фильмы Он закоренелый киноман Предпочитает классику Любимый фильм Третий человек Кэрла Рида Работает в книжном магазине Но еле сводит концы с концами До сих пор остается идеалистом Близок к общественным организациям Медицины без границ Помощь заключенным и голодающим Жизнь Давида не назовешь увлекательной Думаю, это нужно менять Они оба любят кино? А вам не кажется, что кино это нам будет кстати? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто вы? Что вам нужно? Садитесь в машину Нам нужно поговорить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успокойтесь, пожалуйста Мы не причиним вам зла Мы агенты Интерпола Осуществляем операцию Ядерная зима Нам нужна ваша помощь Ядерная зима? Через пять дней в Мадриде Где совершится сделка? Это покупатель Лидер опаснейшей Телеристической организации Продавец Ядерный физик из Белоруссии До последнего времени Сотрудник русской ядерной программы Сейчас он потерял работу Он продает обогащенный уран Из которого можно изготовить Атомные бомбы Представьте себе Последствия подобной сделки Посредник при сделке Радко Радович Сербский эксперт по безопасности Бывший сотрудник Милошевича Радович понял, что впутался во что-то серьезное Он перепугался и вышел на нас Решено было сделать вид, что о сделке ничего не известно Пусть Радович купит уран и спрячет Тогда террористы не смогут завладеть ураном Но неделю назад Случилась неожиданность Радович попал в аварию И погиб Казалось, годы тяжелейшей работы Пошли на смарку И мы не сумеем сорвать опасную сделку Но прежде чем сдаться Мы поискали выходы Мы искали в базах данных Людей, похожих на Радовича Так мы вышли на вас Как видите Ваше сходство просто поразительно Вы могли бы заменить Радовича Вам сделают ту же прическу Так же оденут Вы поможете нам получить тот уран Но я, Давид, известно, что террористы имеют возможность изготовить от трех до пяти атомных бомб Им нужен только лишь обогащенный уран Вы должны помочь Эти бомбы будут размещаться в городских районах с высокой плотностью населения Например, в Нью-Йорке, Токио, Лондоне При взрыве погибнет от 800 тысяч до миллиона человек Это приведет к труднопредсказуемым последствиям Паника Новый террор Войны Вы нам известны как идеалист Сделайте свой скромный вклад в то, чтобы мир стал лучше Выбор в ваших руках Собирать подписи под воззваниями Или реально сотрудничать с нами Собирать подписи под воззваниями А эта одежда взята с мертвеца? Не стану вас обманывать, но успокойтесь Этот пиджак он надевал очень редко Ему не нравился цвет Вы знаете другие языки? Как сказать? Немного по-французски говорю, а что? Радович знал русский С продавцом придется говорить по-русски Но я... Ничего Вам наймут учителя Но помните никому ни слова Понимаете? Не волнуйтесь Но можно я это сниму? Пока До свидания Добрый вечер Да Я Марио Сантос Вы даете уроки русского языка? Да И русской литературы Нужно обучить одного человека основам русского языка Фонд организует курсы каждые три месяца Если хотите, я дам вам проспект Спасибо, но нам нужно совсем другое Дело очень простое, но крайне важное И кроме того Очень срочное Да, но я Не даю честных уроков Почему? Это не займет много времени Два-три дня максимум И мы очень хорошо вам заплатим А можно немного поподробнее? Только очень немного Нужно натаскать человека на заранее известный диалог Вот и все Зачем? Он готовит роль? Примерно так Можно узнать, кто это будет? Нет Этого сказать не могу Всего три дня? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лаура. Это я, Давид. Давид? Давид Бермехов, университет. Давид. Как ты изменился. Да? Это из-за усов. Простите, вы знакомы? По университету. Мы вместе учились. Сантос, у нас возникла проблема. Подождите одну минуту. Раз вы ее знаете, придется найти другого преподавателя. Зачем? Что в этом страшного? Мы боимся, что вы разгласите информацию. Я ничего и не скажу, клянусь. Я вернусь за вами через два часа. Все в портфеле. Все в портфеле. Сьоф Парфелев 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 И продолжим этап праверец Повтори Прости, я подумал, это невероятно, что мы встретились Ну, давай продолжим А кто эти люди? Зачем тебе нужен русский? Я не могу сказать И не спрашивай Давид, не пугайтесь, возникла неожиданная проблема В чем дело? Ваш покупатель на площади Не оглядывайтесь спокойно Он пока вас не заметил Возьмите оба вот это Незаметно положите себе в ухо И не оглядывайтесь Что происходит? Человечество в опасности Следуйте нашим инструкциям Идите вперед Быстро, но не бегом Он впереди вас Продолжайте идти Он смотрит на вас Давид, по моей команде целуйте ее Что? Он просил целовать меня Еще немного Еще немного Еще немного Идите дальше Держитесь за руки Подождите Мы его потеряли Как потеряли? Мы его не видим Кто видит? Не вижу Вас было трудно найти Повторяйте за мной Под конец мы непременно встретимся Под конец мы непременно встретимся Кто? Кто эта дама? Подруга Подруга Радович, нам предстоит серьезный бизнес Очень серьезный Меня волнуют лишь комиссионные Меня волнуют лишь комиссионные Встретимся в понедельник Не опаздывать Только деньги с собой не забудьте Только деньги с собой не забудьте Теперь ты мне объяснишь, в чем дело? А теперь идите к машине Надеюсь, это не пригодится Но лучше перестраховаться Цельтесь в голову мишени Ядерный терроризм Ядерный терроризм? Как только люди могут замышлять подобное? Есть люди, способные на все, лишь бы добиться цели Наша задача остановить их Без помощи Давида это оказалось бы невозможным Огонь! Не удивляйтесь, чешские пистолеты сами наводятся на цель Хорошо Цельтесь в правую руку В руку Давид, мишень перед вами Странно даже, что он держит оружие И его интересовали только идеи А тут пистолет Мы знаем Он с трудом поверил, что нужно рискнуть собой ради других Мы будем оберегать его, насколько возможно Но он выйдет на передовую один И это связано с огромным риском Давид это знает Он готов на все, лишь бы избежать будущей бойни Он по-прежнему идеалист Нисколько не изменился Но оказывается он смелый Трудно находить тех, кто готов нам помочь Огонь! Неплохо Вы знаете, что предстоит Очень плохо, что они вас видели с Давидом Я не хочу новых осложнений К сожалению, будем обходиться без ваших услуг Меня выгоняют? Вам незачем рисковать Но я вам нужна Я могу помочь Давиду? Забудьте Собирайтесь, мы уходим Теперь цельтесь в сердце Не промахнитесь Огонь! Знаете, мне надоело, что мной всегда помогают Поймите, я уже влезла в это по шею От меня не избавиться Не будем терять время Что нужно делать? Вот наш план Завтра во вторник в 22.30 Покупатель Привезет портфель с шестью миллионами евро И передаст портфель Радовичу Через пять минут приедет Беларусь Передаст Радовичу чемодан с ураном В ответ вы отдадите портфель С шестью миллионами Радович будет говорить с продавцом по-русски И здесь нам нужна Лаура Она будет общаться с Давидом по радио Как только продажа совершится Появится наемник Он схватит чемодан с ураном И расправится с фальшивым Радовичем То есть с вами Только так уран не попадет в руки террористов Не бойтесь Этот наемник сидит рядом с вами Я буду стрелять холостыми Вас обвешают такими устройствами Которые я буду подрывать дистанционно И что мне делать потом? Вас ждет изгнание Пока здесь все не улежется Все ваши расходы в изгнании мы берем на себя А как же я? Вы не настолько засветились Вы будете продолжать обычную жизнь Мы встретим вас завтра ровно в девять часов Не опаздывать Ни с кем не разговаривать Карточки уничтожьте Адреса нужно запомнить Адреса нужно запомнить ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогой, это я Я немного опоздаю Так что ужинай без меня Между прочим, я уже начал Я понял, что ты не явишься Ты прочитал мои буклеты? Какие буклеты? Ладно, не важно. Забудь о них. Целую. Увидимся. Я не смогу. Они тебя защитят. Все продумано до деталей. Я не об этом. Я боюсь, но дело не в этом. Как это у меня получится? А вдруг я ошибусь? Если все удастся, мир избежит величайшей трагедии. Ты вообще не должен сомневаться. Да. Со мной такое было и раньше. Тем больше причин. Пришел твой черед рисковать. Да. Ты права. Видимо, это судьба. Ситуация полностью под контролем. Давид должен все слышать четко. Говорите короткими фразами, медленно. Понятно? Все готовы? Готовы? Я готов. Ваш выход. Все должно пройти как надо. Валерия. Валерий. КОНЕЦ Добрый вечер, Радович. Этот день наконец наступил. Не будем терять время. Не будем терять время. Попросите его открыть, вы должны убедиться. Откройте, я должен видеть. А где Уран? Вот. Его везут. Не наделайте глупостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все идет точно по плану. Продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радович, сколько лет, сколько зим. Ты очень изменился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время никого не щадит. Время никого не щадит. Полагаю, это мои деньги? А это, как я полагаю, мое? Да. А это, как я полагаю, мое? Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА